Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Вкусные сочные манты. Вкус блюда невозможно передать словами. Приготовим тесто. В теплую воду добавляем соль и мешаем до полного растворения. В чашу добавляем воду с солью. Яйцо. Растительное масло без запаха. Добавляем муку, постепенно замешивая тесто. Музыка. Добавляем муку. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Наше универсальное тесто готово, с ним можно дальше работать. Приготовим фарш. Мясо говядины пропустила через мясорубку. Добавила мелко нашинкованный лук. Добавила соль, перец по вкусу. Хорошо перемешала. Добавила воду. Хорошо перемешала. Тесто раскатываем в пласт толщиной примерно 1 мм. Продолжение следует... Нарезаем на квадрат. На каждый квадрат выкладываем начинку. На каждый квадрат выкладываем начинку. Лепим манты любым удобным для вас способом. Продолжение следует... Продолжение следует... Каждый круг мантоварки хорошо смазываем растительным маслом без запаха. Манты выкладываем с промежутками примерно 1,5 см друг от друга. В нижнюю кастрюлю мантоварки наливаем воду и доводим ее до кипения. Вода закипела, ставим верхнюю кастрюлю на нижнюю. Убавляем огонь на средний, накрываем крышкой и варим 40-45 минут. Пока наши манты варятся, приготовим соус. Нагреваем растительное масло без запаха и добавляем лук, нарезанный тонкими полукольцами. Как только лук поменял свой цвет, добавляем 2 чайные ложки с сахаром. Добавляем морковь, натертую на крупной терке. Обжариваем морковь с луком до тех пор, пока морковь не обмякнет и масло не окрасится в оранжевый цвет. Добавляем томаты, они могут быть перетертыми, томатная паста или вот как у меня, перетертые томаты замороженные. Обжариваем минут 5-7. Добавляем морковь, натертую 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 натертую. Добавляем сливочное масло. У меня томаты немного кисловатые, я добавлю еще 2 чайные ложки с сахаром. Добавляем соль, перец по вкусу. Наливаем 1,5 литра горячей воды. Накрываем крышкой, тушим на среднем огне минут 30. Перед тем, как выключить, пробуем на вкус и, если нужно, еще добавляем соль, перец. Наши манты готовы, они получились вкусные и сочные. Манты просто тают во рту. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, делитесь мнением, подписывайтесь на мой канал. Всем приятного аппетита! Кушайте вкусно! До новых встреч!